Третий день жильцы домов, расположенных в Ворошиловском районе Волгограда, блокирует проезд в свои дворы. С недавних пор их жилая зона перестала быть безопасной. Во время часа пик утром и вечером по внутридворовой дороге стала двигаться нескончаемая вереница автомобилей. Водители пытаются сэкономить время, объезжая километровую пробку. Ужасно, конечно. Мы недовольны этой ситуацией. Конечно, нужно ли полицейские было сделать им хотя бы такие лежачие, либо какие-то знаки поставить. Маленькие ребятишки выбегают, а они летят с бешеной скоростью. Даже не встанавливают. Но сейчас лучше стало? Или это еще не время? Еще не время. Утром рано очень. С полвадцатого утра начинаются гонки у нас. Гонки. Нельзя выйти на улицу погулять с детьми. А у вас сколько детей? Нет, пока что. Вот, вот будет, да. То есть вы уже переживаете? Конечно. Ну то, что мама там с колясками ходит, на бордюру прыгает. Много с детьми, да, здесь с семьей? Конечно, много детей. Прислушиваются водители к вашим доводам? Некоторые прислушиваются, некоторые агрессивно реагируют. Некоторые с пониманием. Молодая семья Лоскутовых второй день участвует в этой акции. Автомобильное движение во дворе превратило их жизнь в кошмар. Мы выходим, допустим, в поликлинику сходить. Вообще нереально пройти, потому что такое сильное сквозное движение автомобилей. Все несутся, не замечая вообще ни детей, ни людей, ни колясок. Вот. Конечно, такая ситуация нас вообще не удовлетворяет. Начиная где-то часов с восьми утра. Шум машин, также то, что люди здесь против стоят. Все это слышно. У нас прям вот под окнами все это слышно. Причина образования транспортных заторов для жителей этих домов понятна. Администрация города не смогла правильно перенаправить движение транспортного потока во время проведения ремонта дорог на параллельных улицах. На пивзаводе образовались пробки и ушлые водители, начиная с Бобруйской оттуда и по дворам, по всей Рабоче-Крестьянской, стараются объехать пробки здесь. С закрытием улицы Козловской и Циолковского. Теперь у нас открылась вторая продольная. А почему их закрыли? На ремонтные работы. Тот отрезок, который наши пять домов, как раз на Циолковского закрыт. И объездная дорога там закрыта, поэтому все едут через дворы. Дворы у нас не организованы для автомобильного такого движения. У нас там детская площадка, детский сад, тротуара для пешеходов нет, только вот проезжая дорога в одну сторону. Поэтому получилось, мы стали заложниками вот этого автомобильного коллапса. С мэрией сказали, что, чем они помогли. Вот сегодня поставили два знака. Это ГИБДД вам поставил? Это разрешение, это администрация, как бы с согласованием ГИБДД. Еще собирались, говорили, что будут представители нашей администрации района, но так мы вчера их не дождались. А мне что жаловаться? Мне нет, что жаловаться. Поехали. У меня нет проблем. Пошли, я в садик пошел. Беру ребенку, пойдем. Что, проезжаете? Ну а где я должна оставить машину? Я не знаю, где я. Ну, скорее лучше здесь оставить. Можно ездить и через дворы со скоростью 5-10 км в час, а не 50 и 70. Да, здесь садик, здесь приезжают, забирают всех, дети, все. Ну, то есть вы их понимаете, да? Ну, конечно, а как все люди выходят с детьми, здесь я с садика выхожу, а он несется. То же самое. Это то же самое. Он меня собьет так же. Не надо носиться по дворам. Можно ездить, но сделайте. Администрация должна была подумать и сделать. Объездную дорогу, прежде чем перекрывать все артерии. Вот вы поддерживаете жильцов в этом доме? Ну, если честно, нет. По отношению к автомобилистам, они право частичное, я считаю. Потому что это все-таки власти должны, органы местного управления должны этим заниматься. Организовывать движения и так далее. А вы забираете с садика ребенка? Да, да. Я, конечно, несколько... Другого подъезда нету к садику? Он есть, а там большие ямы. Лужи, ямы. То есть вот здесь более-менее цивилизованный подъезд. И как вы теперь будете... Ну, я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я же еду в плавочке на 4, я так не проживаю, еду на работу. Не даете здесь проехать, дайте выехать туда. Вы что, домой попросили, доходите? Спозной проезд через жилую зону запрещен. А почему вы здесь неделю назад не стояли, месяц назад не стояли? И что? А потому что здесь... А почему ты человеческий? Поймите, что неприятно. И что? Пождите, хорошо. Пождите, действуйте. Я сам в таком же дворе... Во время акции во дворе дежурил инспектор ГИБДД. Он объяснял водителям, что они нарушают статью 17.2 правил дорожного движения. Согласно этой статье, в жилой зоне запрещается сквозное движение. Нарушителю грозит штраф в полторы тысячи рублей. Вы что, вы хотите подставайся назад? У вас же ограниченная троповка. Нет, ну это нормально. Я прошу, как людей, вы в чиновнице, уходите. Не выходите, а у кого врачей. Мы доходим. Потому что мы тоже уходим. Ну как это, пустяк, я прошу подчеловече. Не можете пропустить вперед, но помогите, сдайте нас. А на мне там все равно. Корреспондент Кавказского узла направил запрос в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой сообщить о мерах, которые намерена предпринять мэрия для решения проблемы. Ответ пока не получен. Акция граждан, проживающих на улице Рабоче-Крестьянская, закончилась в 8 часов вечера, когда рассосался транспортный затор. Активисты заявили, что продолжат блокировать дорогу в своей жилой зоне до тех пор, пока проблема не будет решена. А может он номера каждый день меняет? Да прям кошмар. Я прям вот.